В следующей субботы, как минимум на неделю вперед, обеспечили немецких политиков и прессу темами для обсуждения, негодования и спекуляции, начиная с вопроса о количестве участников демонстрации и заканчивая ее качественным составом. Запрещенная Берлинским Сенатом, но в последний момент разрешенная Конституционным судом, акция по подсчетам организаторов собрала около четверти миллиона человек. Власти готовы признать только 3-4 десятка тысяч, а либеральная, то есть большая часть СМИ, мажет их коричневой краской, что должно оправдать временами предельно жесткие действия полиции и даже героизировать отдельных ее сотрудников. Впрочем, людей с характерной для неонацистов внешностью и атрибутикой на роликах, заполнивших социальные сети, не видно. У протеста, основным лозунгом которого стала знакомая «Меркель должна уйти», было три основных движущих силы. Люди, недовольные ограничениями, связанными с пандемией, люди, недовольные миграционной политикой канцлера. И так называемые «рейхсбюргеры» — немногочисленная, но шумная социальная группа, отказывающаяся признавать нынешнее немецкое государство и потому выступающая под флагами кайзеровской Германии. Как раз взаимодействие последних с полицией и обеспечило самую яркую картинку протеста. Первая крупная стычка произошла у российского посольства, куда часть «рейхсбюргеров» во главе с кулинарным блогером турецкого происхождения «Аттилы Хильдеманом» пришла с требованиями суверенитета. Люди скандировали Путин, призывая президента России убедить Трампа в необходимости подписать мирный договор с Германией, которого, по их мнению, до сих пор нет, и страна живет, как американская колония. Полиция слушала недолго, скрутила и увела Хильдемана, а потом приступила к массовым задержаниям. Всякая историческая драма может повториться как фарс. То, что произошло потом, в СМИ называют «штурмом Рейхстага». Я прошу вас спуститься вниз, я прошу вас спуститься вниз. Узнав об аресте лидера, часть «рейхсбюргеров», митинговавшая на площади перед парламентом и люди, просто захваченные общим порывом, ринулись вверх по лестнице, к стеклянным дверям, где дежурили трое полицейских. Их теперь называют «тремя спартанцами», остановившими коричневую чуму на пороге святыни. От имени правительства и канцлера я хотел бы поблагодарить, в первую очередь, троих полицейских, которые сначала в одиночку ради нас всех защищали вход в парламент, затем всех полицейских, которые были задействованы на этих выходных во время мероприятий и пытались обеспечить правопорядок. В забеге по ступенькам и кратковременной оккупации лестницы приняли участие от 300 до 400 человек. Ни один полицейский не пострадал, а подоспевшие резервы быстро вытеснили людей обратно на площадь. И этот эпизод субботнего противостояния сейчас самая острая тема. Из политиков первого эшелона его не прокомментировала только Ангела Меркель. Мы увидели имперский флаг на ступенях свободно избранного парламента Германии в сердце нашей демократии. Это не только отвратительно, но и, учитывая историю этого места, абсолютно неприемлемо. Демонстранты злоупотребили свободой собраний, дал понять министр внутренних дел Зейхофер, объясняя полицейское насилие. А глава оборонного ведомства Крамп Каренбауэр противопоставила события в Берлине и в Минске. Я возмущена, поскольку демократическими правами правом на демонстрации злоупотребили в целях нацистской пропаганды. В то время как на краю Европы, в Белоруссии, люди рискуют своими жизнями на улицах ради права на демонстрации. Нападение на белорусский ОМОН – это борьба за демократию, а пассивно-агрессивное поведение демонстрантов в Берлине – нацистский реванш. Причем этот правоэкстремистский ярлык лепится даже на тех, кто к Рейхстагу и на километр не подходил. Полиция продолжила выносить демонстрантов с улицы площадей в течение всей ночи. Задержания наиболее стойких проходили и в воскресенье. Протест, конечно, был услышан, но в целом реакции немецких властей пока не дает оснований полагать, что он больше не повторится. Продолжение следует...